Сегодня мы продолжаем разговор на тему брожения вина и поговорим о той ситуации, когда у нас разворачивается затвор в обратную сторону, либо втягивается перчатка. Также затронем тему влияния температуры на брожение вина, именно на сам процесс. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделю. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Сегодня будет много наглядных примеров, единственное, что я снимала это в разные дни, поэтому где-то могут быть накладки по информации, где-то я могу повторяться. И давайте с вами сразу начнем вот с конкретного примера. Я вам покажу, как могут вести себя дрожжи при изменении температур. Итак, здесь у нас плюс-минус комнатная температура, градусов 17-18. И видим, что затвор работает. Ну, конечно, уже не очень активно, потому что брожение подходит к своему завершению. И сейчас мы переместили эту же бутыль в помещение более холодное. А здесь уже у нас 10, ну, 11 градусов. Ну, мы с вами начинаем наблюдать движение затвора в обратную сторону. С одной стороны это можно было бы объяснять физическими явлениями, да. Но мы же помним, что там вроде как все бродит, да. И движение газа должно идти в другую сторону. Но вы видите, вот я разговариваю, да, и снимаю. Как быстро начинает идти обратный процесс. Конечно, тут емкость, она небольшая. Примерно 6 литров. Но все равно там быстро сжатие газа и охлаждение. Той жидкости, которая там, ну, она не будет происходить. Это просто невозможно. Смотрите. Да, вот все в режиме реального времени. Сейчас затвор выровняется и потом развернется в обратную сторону. А бутыль темная, видно, плоховато. Но жидкости здесь вот примерно вот так. И напомню, что это сосло бродящее. То есть оно должно газ выделять. Ну, вот буквально на наших глазах затвор практически выравнивается. Все уже пошел в обратную сторону. И сейчас, может быть, даже если нам повезет, мы увидим такое активное тербание. Видите, практически востоков, поскольку он был повернут в другую сторону, он заходит внутрь. Мы переместили вот примерно с 17 в 10. При этом тут прошло 2-3 минутки. И в прошлом году, когда я снимала такой ролик, мне это все говорили. Да, это физические явления. Физика, безусловно, здесь присутствует. Никто ее не отрицает. Но физическое явление не будет происходить вот так вот моментально. И уж тем более не будет так разворачивать. Тем более, что у нас там было брожение и было выделение газа. То есть, по идее, оно все равно должно идти. И мы можем допустить, что у нас будет выравниваться затвор. Да, потому что идет сжатие газа за счет температуры. И затвор может выравниваться. Ну, посмотрите, он ушел в обратку. И это объясняется на самом деле жизнедеятельностью дрожжей. Потому что, когда холодно, они переключаются. И да, они это делают очень быстро. Ну, вот, наверное, нам не повезет, не настолько уже они активны. Последняя стаза. Затвор просто развернут. Несколько лет назад я наблюдала такое же явление. Только затвор буквально, вот, когда идет активное брожение, и затвор булькать, прям так стреляет. Бух-бух-бух-бух-бух. То же самое было только в обратную сторону. Причем тоже я просто вот из поля теплого помещения переместила бутыль на холодную веранду. И пошло вот такое вот явление. Почему я все это показываю? Перепады температур, они будут на дрожжи влиять. И влиять очень сильно. И что здесь важно? Если вот была все время холодная температура, то, в принципе, они и будут в ней бродить. Особенно, если это ранние стадии брожения. Вот, смотрите, в этом же помещении молодое сосло, буквально несколько дней, как сняли с мезги, и ему все равно затворы развернуты в нужную сторону. Рядом еще одна такая же. То есть им вот этот холод 10 градусов, вообще все равно. А вот рядом еще одно, и оно уже идет к своему завершению. Вот стало холодно. Ну, это неотопливаемая веранда. Причем теплоизоляция здесь как себе. На улице очень холодно. Поэтому все-таки произошло резкое снижение температуры. Вот вчера, позавчера 15 было. Сегодня 10. Все, затвор развернулся. Но здесь тоже последняя стадия брожения. Поэтому он просто развернулся, не активно себя ведет. Вот, смотрите, просто потрясающий принц резнейший момент. Буквально вот 2 дня назад я снимала ролик, и вот этот затвор был развернут в другую сторону. Я сейчас могу так оспутно говорить, потому что здесь очень холодно на самом деле. Вон, градусник, температура ниже 10 градусов. Я с дома, с теплого, да. Это у нас неотапливаемая веранда. Вот 2 дня назад затвор был развернут в другую сторону. Поэтому как раз это был момент перепада температур, когда вот пришел такой сильный холод. Ничего не делали. Я уже думала забирать в тепло. Я понимаю, что здесь брожения подходят к концу. И думаю, пусть уже набраживают в тепле. А сейчас выхожу, а зато развернулся как надо. То есть 2 варианта. Либо дрожи приспособились, либо вот я все время рассказываю, что дрожи бывают кругленькие и длинненькие простым языком. Да, они сначала начинают одни, а потом заканчивают другие. Вполне возможно, что это был момент переключения. Они дрожи на другие. То есть даже в таких жестких условиях, в 10 градусах, вот оно останавливается, зато разворачивается, а потом начинают бродить как надо. Поэтому главное не спешить. В момент, когда зато развернулся, надо там снимать засадку и что-то еще делать. Также здесь тоже брожение. Смотрите, вот будет булькать. Видите? Здесь тоже брожение идет к завершению. Но дрожи еще активны. Видите, стало холодно. Вот что они делают. Он булькает в обратную сторону. И это связано с жизнедеятельностью дрожи, а не с физическим явлением. Вот так начинает засасывать воздух. Специально, как бы я тут не монтирую, ничего не делаю. Видите, вот что происходит. С момента начала съемки, вот с того, как мы сюда перенесли, прошло, ну, отсел и 5 минут. Я не брала с собой часы, не измеряла, но вот оно так происходит. Сейчас начнем обратно перемещать. Вот переместили обратно. Для перфекционистов это ловчик. С бутыль. Кто любит написать, ай-яй-яй, у тебя там грязно или еще что-то. Смотрите, все. Начинает разворачиваться в другую сторону. Да, причем, ну, это не такие, конечно, перепады. Теперь я повторю, здесь градусов 17-18. Ну, мы видим, как быстро процесс начинает идти в обратную сторону. Вывод из всего этого. Дрожжи живут своей жизнью, да, и им надо более-менее постоянные температуры. Вот если они стоят все время на холоде, им будет комфортно. Если начинает холодать, то мы видим вот этот вот разворот затворов. Еще раз повторю, это происходит обычно на последних стадиях спиртового брожения. Поэтому, если вы видите, что у вас затворы развернулись, перчатки втянулись, не надо вообще сразу там бежать, что-то делать. Если у нас сейчас на доме, как правило, это бывает разница температур день и ночь. Потому что, ну, понятно, у кого там газовое отопление, стабильное, там все понятно. Если у нас какое-то отопление не совсем регулярное, да, то мы там днем что-то делаем, топим, вечером у нас температура поднимается, помещение у нас тепло. А к утру, как правило, становится прохладно. И к утру мы видим вот картину разворачивающихся затворок, к вечеру опять все. становится на круге и своя. То есть, если вот такое у вас происходит, желательно создать стабильную температуру по возможности. Конечно, тоже вот такое сусло, если мы переместим его туда, в 10 градусов, оно уже, может, и не будет бродить. Поэтому, если вот сильно захолодало, да, у нас все развернулось, опять же, помним эту последнюю стадию брожения, нам надо, чтобы этот последний сахар все-таки выбродил. И наша задача переместить по возможности в более какое-то теплое место. Не надо жаркое, не надо 25, не надо там супер греть. А градусов в 15, в 18. Вообще, в идеале, в том, в которое было. Но, повторю еще раз, у меня бывало так, что мы с определенной целью специально ставили сусло бродить вот в 10 градусов. Бладкая температура, возможности поддерживать, она бродила привести. Но на последних стадиях все уже дрожжи привести, работать не могут. И последнее, вот чтобы бродила, перемещаем в чуть потеплее. В градусах в 18. В 20. Выше не надо. И тогда оно прекрасно добродит. При этом еще помню, что при 20 градусах это у нас оптимальная температура для яблочного и морочного брожения. Так что на последних стадиях можете перемещать. Если нет такой возможности, то оставьте это сусло на некоторое время. Просто не трогайте его. И понаблюдайте пару дней, потому что бывает, что пару дней нужно дрожжам, чтобы приспособиться к новым условиям и все-таки завершить то, что они начали. Видите, пока разговариваем. Затворчик наш перемещается. Вот по хронометражу можете посмотреть, сколько времени это заняло. И смотрите, какая интересная ситуация получается. Пока вот я снимала первую часть, насела туда-сюда эти бутыли. и были затворы развернули на веранде. Похолодало еще больше. И затворы начали опять работать в нужную сторону. Я не ожидала такого, но я знала, что такое бывает. Но вчера вечером я это снимала, я просто прыгала от радости, что мне удалось словить этот момент. Но я уже проговаривала, повторю еще раз, что если затвор просто развернулся, перчатка просто втянулась, особенно, особенно, если она целая, там нет дырочек, чтобы воздух туда не попадал, ничего страшного. А подождите несколько дней, либо, как я тоже уже говорила, в чуть более тепленькое помещение перенесите. Но если идет вот ситуация, как я показывала вначале, когда затвор, ну, там он не сильно хлюпал, тем не менее, шли больки внутрь, а бывает, вот я реально в своей практике видела, и несколько лет назад, но я уже не вспомнил, в каком ролике я это показывала. Там вообще просто вот, вот так вот, это плохо. Вот так не надо допускать. Особенно у кого длинные трубочки. И допускать, что вода втягивалась в сусло. Конечно, если она там немножко втянется, буквально недавно был комментарий, что делать. Я, наверное, на него не ответила, но я не всегда успеваю отвечать на все. Так вот, ничего не делать, просто наблюдать. У нас много раз попадала вода из затворов, даже не по этой причине бывает, открываешь пробку, и капелька водички в сусло попадает. Мы не используем дезрастворы в затворах, там обычная вода, и не меняем там каждый день, и раз в неделю не как налили, так и поставили. Никого не призывают повторять. Лучше, конечно, водичку иногда менять, можно раствор серый туда заливать, ну, что хотите. Но, если вот капелька попала, ничего страшного. Да, надо понаблюдать за сусло. Ну, в 99,9% случаев с ним не произойдет ничего. Тем не менее, допускать ситуацию, чтобы вот так вот оно внутрь сосало воздух, не нужно. Стараться все-таки это минимизировать. Ну, и, конечно, еще резюме. По температурам вино любит постоянную температуру. Дрожжи любят постоянную температуру. Можно сбраживать, вот сейчас у нас даже стоит сусло еще на мисге, вот при той температуре, сколько там, 8 градусов. Оно бродит, бродит очень активно. У нас такая технология. Мы хотим сбраживать при низких температурах. Лучше развивается ароматика. Более тонкая развивается ароматика. Но те, кто любят танины, те, кто любят вот такую плотность, то вот эта плотность, эти танины, они лучше вытягиваются при более высоких температурах. Ну, там тоже есть спорные моменты. На самом деле, разные, опять же, ученые говорят по-разному. У меня даже встречалась такая информация, что, например, Каберне-Совиньон оптимально 25-30 дегустационная оценка показывает, что именно при этой температуре сбраживания получаются лучшие вина. Но, смотрите, мы домашние виноделы. У нас нет специальных помещений, там оборудования для поддержания температуры и всего остального. Мы пользуемся теми температурами, которые у нас есть. поэтому наша задача постараться, вот есть у нас какая-то температура, ее поддержать. Конечно, бывает так, я уже рассказывала, что на улице было тепло, соответственно, в доме было тепло, потом температура снижается, и в помещениях температура тоже снижается. Я даже в городской квартире наблюдала вот этот эффект, когда вечером, да, у нас упорная деятельность, у нас в квартире есть, мы готовим еду, температура немножко повышается, затворы работают. Настает утро, опять же, начинает температура, понижается, все равно она может немножко сказываться на температуре в помещении, и с утра затворы в обратную сторону. То есть, да, такое может быть. Но, повторю еще раз, мы не спешим, нам не надо что-то вот, так, сиделось, мы наблюдаем. И лучше, конечно, если у нас были, например, более низкие температуры, а потом мы перемещаем в чуть более высокие, чем наоборот. Но, повторяю еще раз, что мы действуем по нашим возможностям. Самое важное, самое главное, не допускать вот этого вот сербани. Но, опять же, по возможности, а если не получается, ну что, все, пойти вылить. Стараемся по мере своих сил. Напоследок, касательно вот того, что мы будем делать с нашими динами, которые вот сейчас бродят 30 градусов. Вот я наблюдаю, затворы пока работают. Будем смотреть, как будет колебаться температура, но через день вроде как потеплеет, поэтому там температура чуть поднимется. Но, когда я увижу, что затворы выровнялись, я с холодной вот этой веранды уже перемещу в более теплое помещение. Но пока еще погода нам позволяет это сделать. Либо, если уже мы будем видеть, понимать, что там совсем температура будет опускаться до 5-4, тогда мы тоже уже переместим в более теплое помещение. и оно уже будет дображивать в несколько других условиях. Все, мы будем делать вот так. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку счет, ссылка на другие полезные видео, ссылка на плейлист по домашнему виду на деле и наши контакты. И до новых встреч!